Исчезла жизнь и состояние Наш мир полон загадочных явлений, мест и знаков, оставленных природой, нашими предками и иными цивилизациями. Раскрывая их смыслы, мы пройдем лабиринтами тайн, заглянем в прошлое и, возможно, предскажем будущее. Недавно учеными получены сенсационные данные. Американские индейцы – наши дальние родственники. Может ли это быть правдой? Сегодня мы это проверим. Куда я собираюсь? Конечно, на археологические раскопки. Именно там ученые достают ответы в буквальном смысле слова «из-под земли». Готовы к разгадке самых древних тайн? Тогда следуйте за мной. Стоянка «Майбулак» является единственным исследованным стратифицированным памятником эпохи палеолита на обширной территории юго-восточного Казахстана. Она находится на территории Алматинской области в 44 километрах к западу от города Алматы. Уникальный исторический памятник расположен на правом берегу небольшой предгорной речки Майбулак. Кстати, первыми об этой стоянке сообщили местные жители. В каждом из домов, построенных здесь, могут быть замурованы каменные артефакты, которым много тысяч лет. Постоянно отсюда глину брали экскватором. Ну, для строки. Смотрите, как город это. Вот населенный пункт стоит, суконный комбинат. Там Антамах стоит. И местный, который выкупил вот эту землю, он решил вот это все снивелировать. И построить здесь хотел он конюшень. Когда вот начали вот здесь сносить вот эти курганы, которые здесь были, то у них сломался трактор. Ну, отремонтировали. Местные сказали, вы не трогайте это место. Говорят, сколько здесь покоится. Археологи приезжали, раскапывали. Здесь есть скелеты погребенные. Ну, то есть это самое, памятники эпохи бронзы, скелеты есть. Сегодня работы на Майбулаке идут полным ходом. Новые уникальные артефакты находят практически каждый день. Попробуем свои силы и мы. Вдруг нам повезет, и мы найдем что-то действительно достойное, что займет свое место в истории. Потомки будут нам благодарны. За три года исследований площадь работ на Майбулаке охватила 128 квадратных метров. Максимальная глубина траншеи у восточной стены роскопа составила 9 метров. Впервые для палеолита Казахстана на основе проб угля, взятых со стоянки, была получена серия радиоуглеродных датировок. Данные поразили ученых всего мира. Наиболее ранняя дата, полученная по углям третьего горизонта на глубине почти 6 метров, 34 970 лет назад. Майбулак, конечно, не самая древняя стоянка в Казахстане. Ему всего около 40 тысяч лет, в то время как многие стоянки из тех, где мы были, насчитывают до миллионов. Однако ценность Майбулака в том, что это именно погребенная стоянка. Погребенные стоянки дают нам три основных вещи – точные даты, хорошо сохранившиеся артефакты и, возможно, биологические останки в кости. Открытие Майбулака и стоянок, подобных ему, перевернуло многое в научном мире. А раньше мы были уверены, что в те времена климат в этой местности был настолько холодным, что люди здесь не жили. Однако найденные артефакты все меняют. Судя по всему, первобытные люди здесь не просто жили, именно сюда они стекались в поисках приемлемых условий. Важная новость для всего научного мира Казахстана. Учитывая уникальные следы, оставленные древнейшими цивилизациями, у нас была открыта новейшая международная лаборатория георхеологии. Именно в этой лаборатории исследуются не только образцы с Майбулака, но и неповторимые находки с других стоянок, которым более миллиона лет. Пока еще идут работы по ремонту и перестройке помещения, установке оборудования и сортировке образов. И уже в ближайшее время лаборатория заработает полным ходом. Однако ученые рвутся к уникальным образцам, хранящимся в ней, уже сейчас. Геоархеология — это своеобразный симбиоз наук. Новый междисциплинарный подход, который использует методы понятия геологии, археологии, географии, экологии, химии, физики и других наукой Земли для изучения вопросов, касающихся археологии. Проще говоря, эта наука изучает естественные физические процессы, которые влияют на формирование земной коры и, соответственно, археологических памятников. Методов археологии зачастую недостаточно. Например, для определения абсолютного возраста стратифицированных палеолитических памятников вроде Майбулака потребуются самые различные естественно-научные методы. Геоморфология, стратеграфия, термолюминесцентный, радиоуглеродный и калиоаргоновый анализ, определение по изотопам урана и прочее. Получить доступ к подобным артефактам – мечта любого ученого. Здесь работали наши коллеги из Японии, Румынии, Германии и прочих стран. Сейчас я привезла в Казахстан своих магистрантов. Они пишут научные работы по этой местности и собирают лабораторные образцы. У нас есть амбициозный проект. Мы составляем в программе GIS первобытные карты, где учитываем древний ландшафт, климат, расположение стоянок и прочие факторы. Это поможет понять систему миграции первобытных людей. На территории Казахстана моими предшественниками, Хасаном Апаспайчем Апаспаевым, Аланом Георгиевичем Медоевым, были обнаружены стоянки первобытных людей. Но, к сожалению, все они открытого типа. Артефакты залегают на поверхности. В силу того, что Казахстан – это аридная зона, засушливая зона, рыхлые отложения выдуваются, а каменные орудия остаются на поверхности. И вот эти камни, которые лежат на поверхности, в частности, такие стоянки, как Танир Казган, Бары Казган или Казалтау, то, что камни длительное время лежат на поверхности, они получают так называемую патину или солнечный пустынный загар. Но наша задача сейчас – выявить стоянки, которые располагались бы в земле, погребенной землей, поскольку тогда мы можем дать абсолютную датировку. И вот в этом отношении большой интерес проявляет Кошкургана-Шахтарский комплекс. Мы раскапывали нашу совместную Казахстанно-Российскую археологическую экспедицию, работы вела с 1992 года на этой стоянке, уникальной. И вот на глубине 9 метров здесь обнаружены костные останки, носорога, бизона, скорлупая и страуса и совместное залегание каменных орудий труда в виде скребков, скребел, ножей, резцов и так далее. Мы продолжаем разгадывать тайны древнейшего прошлого. Закройте на секунду глаза и представьте себе первобытных людей. Десятки первобытных мастеров обтачивают неподатливый камень для блага всего племени. Так появляются каменные орудия, топоры, резцы и прочая утвердь. Интересно, а как выглядели орудия индейцев? Результаты исследований на стоянке Майбулак обнаружили настоящую сенсацию. На этом месте располагалась ни много ни мало уникальная первобытная фабрика. Впервые на территории Казахстана было зафиксировано использование техники изготовления орудий методом микропластинчатого расщепления на основе торцевого скалывания. Изготовленные таким образом орудия относятся к времени позднего палеолита и доказывают, что уже в это время на этой территории существовала довольно развитая для того времени цивилизация. Смотрите, какие великолепные находки. Для кого-то это просто камни, но для человека, знающего, настоящее сокровище. Тут и нуклеусы, и отщепы, и сами орудия. Отщепы скалывали, чтобы получить нужную форму орудия. А вот это уже скребок. Видите зарубки по краям? Это значит, что его первобытные люди использовали для работы. Именно по таким зарубкам мы определяем, с чем умеем делать, с орудием или просто отщепом. Ну да. О, смотрите, что он нашел. Настоящая удача. Вы знаете, что это? Если не ошибаюсь, это первобытный скребок. Таким орудием в древности вы делали шкуры. А вы смогли бы с ним управиться? Это невероятно. Этим артефактам около 40 тысяч лет. Вот этим орудием, например, обрабатывали шкуры. А вот этим делали дырки в шкурах, чтобы в дальнейшем их сшивать. Целая каменная индустрия. Мы не можем вообразить нашу жизнь сейчас без вилки, ложки, иголки. А вот это все, это все было в каменном веке. И ведь это не самые древние артефакты. На территории Казахстана встречаются артефакты, возраст которых более миллиона лет. Наша группа, помимо Майбулака, работала и на стоянке Чуканова-Лиханова, и в Кушкургане. Вскоре мы с Жакеном собираемся в район Джунгарских ворот. Предстоит еще многое изучить и нам, и нашим студентам. Я, как антрополог, в первую очередь ищу кости первобытных людей. Для нас сейчас больше интерес представляют те памятники археологические эпохи камня, которые имеют абсолютные датировки. У нас самая древнейшая стоянка на территории Казахстана, которая имеет точную дату, это Кушкургана-Шахтарский комплекс. Это 501 тысяч лет тому назад события проходили здесь. Далее, это стоянка имени Майбулак, которая имеет возраст приблизительно, я говорю, 35 тысяч лет. И, наконец, стоянка Минчакана-Валиханова, которая имеет 25 тысяч лет. Вот подобных памятников на территории, к примеру, Европы, подобные Кушкургану-Шахтарскому комплексу, они имеются в Европе. Это Венгрия, Вертыш, Сёлиш, Битсенис, Лебен, стоянка в Германии. Но они намного моложе, нежели наши. Первого человека нашли на территории Африки, это Астралопитек, это около 2,5 миллиона лет тому назад. А второго человека нашли на территории Китая, его назвали Синантроп. Тоже можно сказать, что это большая миграция, дальше уже люди переселялись на территорию Северной Америки. Да, первобытные люди впервые пришли в Америку по суше. В те невообразимо далекие времена существовал сухопутный мост, прямая дорога из глубины Азии сначала на Аляску, а затем дальше на юг американского континента. Дорога эта пролегала через Берингов пролив, не представлявши серьезного препятствия. Переход происходил в зимнее время по льду. О переселении первых жителей Америки из Азии через Берингов пролив определеннее всего свидетельствуют данные антропологических исследований. Установлено, что американские индейцы по своему физическому облику ближе всего стоят к монголоидам. Их сближают прямые и жесткие волосы, слабый волосяной покров на теле, относительно выдающиеся скулы. Происхождением первобытных людей считается территория Африки. Миграция шла от материка Африки на территорию Центральной Азии. Это было около 2,5 миллиона лет тому назад. Заселение территории Америки было через Берингов пролив. Охотники первобытные, охотятся на диких животных, они шли за ними. И вот в каменном веке, это более 25 тысяч лет тому назад, это мы сейчас называем Берингов пролив. А тогда был это перешеек, шириной где-то около 5 километров. И вот животные уходили, и первобытные люди вот так и заселили территорию Америки. Научно-технический прогресс и новейшие технологии дают нам множество новых методов для изучения уже известных или только найденных артефактов. Сейчас многие исследования проводятся на стыке химии, физики, экологии, геологии. Важным становится изучение гидрологической сети, климата того или иного времени, дозировка по пыльце растений или фауническим останкам. Я изучаю именно климат тех времен. Для этого мы берем образцы грунта и с помощью лабораторных анализов выясняем то, что нас интересует. Людям нужны были в целом две вещи – пища и приемлемые климатические условия. Если мы сможем понять, каков был климат в этой местности и как он менялся, мы сможем проследить поведение первобытных людей и маршруты их передвижения в зависимости от факторов, которые на них влияли, и точно понять, когда и как они добрались до Америки. Кто первым открыл Америку? Колумб? Конечно же, нет. За много тысяч лет до него туда пришли люди первыми, заселившие этот континент. И шли они через Казахстан. Найденные на территории Казахстана артефакты позволили мировому научному сообществу прийти к невероятному заключению. Казахстан был мостом для первобытных цивилизаций, через который проходила миграция древнего человека с востока на запад и наоборот. Территория нашей страны играла важнейшую роль промежуточного ареала, через который шло расселение людей по всему миру. Первая волна миграции первобытных людей с территории Африки, она позволила беспрепятственно, когда горы Гиндукуш, Гималайи, они были намного ниже, чем сейчас, и люди беспрепятственно проходили через эти препятствия. И так заселилась территория Казахстана, и поэтому у нас очень много памятников, которые имеют большую древность. Далее происходят тектонические движения, горы эти поднимаются, и вот вторая волна миграции первобытных людей, которая называется уже Homo sapiens, это более 200 тысяч лет тому назад, с территории Африки, она не могла пройти через эти преграды и начинает искать обходные пути. Огромные территории Казахстана стали связующим звеном для миграции древнего человека. Эта территория уже была заселена первобытными людьми очень давно, более миллиона лет тому назад. Об этом свидетельствуют многочисленные стоянки и целые комплексы первобытного человека во всех регионах нашей республики. Изучением палеолита Казахстана занимались в 50-70-х годах 20-го века археологи Хасан Алпызбаевич Алпызбаев и Алан Георгиевич Медоев. Благодаря их исследованиям получили известность такие уникальные стоянки ранней стадии Нижнего Палеолита, как Бары-Казган, Танир-Казган, Ак-Коль в районе плата Казалтау, Семес-Бугу, Шак-Паката. Удивительная характерная особенность Казахстана – это абсолютное преобладание стоянок открытого наземного типа. Казалтау, Новый Узень, Мугал-Жары, Саяк и другие. Ценейшие для археологии находки возрастом до полутора миллионов лет порой буквально усыпают казахскую землю на протяжении многих километров. С каждым годом сейчас накапливается все больше и больше информации. Археологи находят все новые и новые стоянки и так далее. Теперь сейчас, применяя нанотехнологии, можно говорить, уже моделировать и так далее, где могли, например, располагаться первые люди, где им удобно было селиться и так далее. Эта территория уникальна своей обширностью и огромным количеством стоянок. Сейчас я собираю все данные и вношу в специальную программу GIS. Мы будем учитывать климат, ландшафт, уже найденные стоянки, и с определенной долей точности сможем отследить пути миграции и даже предсказать, где еще могут быть обнаружены места поселения. Это большой совместный проект, в котором Казахстан играет ключевую роль. У нас в США стоянок подобной древности просто нет. К тому же территория Казахстана еще слабо изучена. И в то же время все исследования свидетельствуют, что здесь было нечто вроде первобытного убежища, территории, куда люди стекались свечелетиями, и уже в дальнейшем с этой территории шло растеление по Евразии и другим континентам. Анализы сегодня проводятся. Японцы приезжали недавно, они взяли на термолюминесцентные анализы. Сегодняшние специалисты берут уже пробы на полинологический анализ, на климатический. И можно будет совместными усилиями реконструировать древнейшее прошлое Казахстана. Ведь не секрет, что еще в каменном веке данная территория представляла ей интерес, поскольку через территорию Казахстана проходили миграции первобытных людей. Я посвятила изучению казахстанских стоянок 6 лет. Также мы искали кости первобытных людей в Африке, например, в Киении, Эфиопии. К сожалению, пока на территории Казахстана костных останков мы не обнаружили. И это не удивительно, ведь камни долговечны, а вот органические останки, разумеется, нет. Но мы работаем над этим, ведь именно подобные находки наиболее информативны. Вообще, каждый антрополог мечтает о костях. Для науки очень важна возможность моделировать внешний вид тех или иных первобытных людей, доминированных. Наличие многочисленных памятников каменного века на территории Казахстана говорит о том, что еще в то время данная территория была как бы центром, через который проходили миграции первобытных людей. Еще в свое время я высказал гипотезу о том, что Запад был, возможно, заселен с территории Казахстана. И вот сейчас наша вот эта гипотеза, она подтверждается. Ведь если мы возьмем Кашхургано-Шахтавский комплекс, это травертиновый палеолит, это микро-ошельская индустрия каменная. И подобных памятников единицы, они есть только вот в Венгрии, это стоянка Вертыш-Сёлиш, Биттинис-Слеблинг, Германия, я говорил о том, что они намного моложе, мы можем эти памятники сравнивать между собой, что они одинаковые. И вот теперь, когда век глобализации, вот, мы теперь имеем возможность сравнивать наши стоянки, особенно вот позднего палеолита, с стоянками, которые обнаружены на территории Америки. И у них большой сходство между ними. Это говорит о том, что вот как раз именно миграции перебытных людей все-таки проходили через Казахстан. Казахстан Казахстан Казахская земля полна великих тайн. Нашей истории миллионы лет. Да-да, возможно, именно здесь, где ступает сейчас моя нога, ступала нога того самого первобытного человека, который потом дошел до Америки. У нас в Казахстане, например, Каменный век для многих не представляет интереса. Но для тех людей, которые занимаются именно происхождением человека, миграцией перебутных людей, именно эта территория представляет большой интерес. Каменный век – древнейший и важнейший этап истории человечества. Начинается он с создания первых каменных орудий труда далекими предками человека, а заканчивается в III тысячелетии до н.э., когда человек овладел технологиями извлечения из недр земных металлических руд и выплавки металлов. Это время выделения предков человека из царства животных, становления человека современного типа. В эту эпоху человек заселяет огромные пространства нашей планеты, осваивает практически все природные ресурсы. В Каменном веке возникает искусство в разнообразных его проявлениях, зарождаются религиозные представления и ритуалы. Жизнь наших далеких предков была, конечно, тяжела и сурова, но все-таки нельзя считать ее только борьбой за выживание. Когда охотники племени были удачливы, у людей оставалось, вероятно, немало времени для творческого самовыражения в различных формах. Вообще, первобытное творчество очень мало изучено. Этим ученым еще тоже предстоит заняться вплотную. Кто знает, какие еще сюрпризы преподнесет нам такое далекое прошлое. Нужды первобытных людей были одинаковыми всюду – пища, кровь, община. Поэтому между первобытными людьми, которых я изучал в Колорадо и здесь, разница невелика. Тем более, что ландшафт и местность в окрестностях Алматы очень похожи на Колорадо. Те же высокие горы и плата с невысокой травой – те же способы охоты. Различаться люди стали гораздо позднее, но это уже в другое время другая история. Сейчас я бы сказал, что палеолит Казахстана вступает уже в новый этап. В связи с тем, что сейчас мы уже имеем большое количество единомышленников за рубежом, у которых хорошо развиты новые технологии. И то, что высадка, я еще раз говорю, 12 человек из разных стран, которые собрались и в течение месяца работают в Алматы, в Казахстане, это уже говорит о многом. Листы каменных книг, испечренных знаками, говорящих о присутствии человека, открывают нам великие тайны прошлого. Ведь лишь тот, кто знает свое прошлое, может рассчитывать на блистательное будущее. На следующий год, вот уже география наша расширяется, уже совместно с учеными из Италии, Бельгии, Америки, Австралии, Германии, Англии, Назарбаев университета. Мы сейчас планируем участвовать в новом проекте. Я пока не буду раскрывать секрет, но я думаю, что уже в течение года мы получим прекрасные результаты о полярите Казахстана. И думаю, мы их опубликуем и постараемся донести до широкой общественности через средства массовой информации и так далее. И таким образом, я думаю, что впереди нас ожидает величайшее и уникальное открытие. Наши невероятно далекие предки оставили нам каменные знаки, подтверждающие один простой факт. Независимо от национальности, территория обитания или языка, корни у нас одни. И не важно, что нас разделяют километры суши и океаны воды. Важно помнить, что все люди – братья. Редактор субтитров А.Семкин